Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш текст, который вы написали. Прежде всего, хочется сказать, что при оценке сновидений, при работе с сновидениями, важно, чтобы вы занимали достаточно четкую позицию по данному вопросу. Что это означает? Значит, профессиональное толкование сновидений, не предполагают, предполагают. Анализ того, что происходило с вами за, скажем так, две недели до того, как сновидение было вами, ну, увидено. То есть, за две недели до того, как вы, вот, значит, увидели свое сновидение, за две недели до того, как оно вам приснилось. Значит, анализ того, что происходило с вами за две недели до этого поможет понять, какие эмоции, чувства, переживания вы испытали, какие у вас были, может быть, впечатления, какие у вас были эпизоды в жизни, вот, то есть, какие с вами происходили, грубо говоря, события. И эти события, которые с вами происходили, вполне возможно, повлияли на то, что вам принес этот сон. Это первое. Второе. Дабы избежать факта личной интерпретации психологам вашего сновидения, предполагается, что, значит, по методу свободной ассоциации, значит, будет проведен анализ значение для вас каждого элемента сновидения, то есть, чувства, вызываемые дочерью, ой, то есть, сестрой, вашей младшей младшей сестрой, вот, чувства, вызываемые, значит, фактов занятия ею карантэ, чувства, вызываемые фактом наличия у неё тренера, то есть, как вы относитесь к тому, что у неё тренер, как вы его оцениваете, как вы его рассматриваете, как вы его позиционируете, вот, это всё анализируется, это всё изучается, это всё смотрится и разбирается на предмет ваших, собственно говоря, чувств. Это такой момент. Он позволяет увидеть ваше сновидение именно вашими собственными глазами, то есть, позволяет психологу не включаться в, ну, скажем так, собственную интерпретацию того, что с вами происходит, то есть, не навязывать вам, если угодно, свою позицию, которая может быть следствием его собственных каких-то чувств и так далее и тому подобное, потому что любой сон индивидуален, и то, что вы видите во сне, это, как правило, всего лишь, всего лишь символы, символы, вот, и символы имеют индивидуальное значение, то есть, один и только символ, например, сестра, может иметь одно значение для вас, и может иметь совсем другое значение для, скажем так, ну, для другого человека, который мог бы оказаться, скажем, на вашем месте. Вот, поэтому здесь очень важен всё-таки индивидуальный анализ, который был бы проведён с вами, ещё раз повторю, в формате свободных ассоциаций, вот. Далее, то, что мне показалось, значит, по вашему тексту. Мне показалось, что вы, ну, может быть, знаете, может быть соперничаете, значит, со своей сестрой, может быть вы ей так или иначе завидуете, вот. То есть, здесь есть очень много нюансов, которые, мне кажется, нужно рассмотреть. Как мне показалось, в вашем сновидении присутствует желание получить то, что есть у вашей сестры. Как мне показалось, в вашем сновидении есть потребность получить то, что вам хочется, то, что вы считаете лучшим у своей сестры, ну, просто потому что, возможно, по вашему мнению, ей всегда доставалось лишь только самое лучшее, самое хорошее, и вы чувствовали себя обделённой и так далее. И вполне возможно, что со своей сестрой вы всё-таки как-то вот конкурируете, да, тем более, что сестра младше, а вот младшей сестре всегда уделяется как-то больше внимания, чем старшим детям, да. Вот. И ещё один ключевой момент – это счастье, которое вы испытываете. Значит, мне кажется, мне кажется, что вам его не хватает, счастья. То есть вы, возможно, нуждаетесь в каком-то проявлении любви по отношению к себе, вы, возможно, нуждаетесь в каком-то проявлении чувств по отношению, опять же, к себе. И, возможно, что сейчас для вас, ну, вот, наиболее актуальный именно поиск своего мужчины. То есть вы хотите найти своего спутника жизни, потому что имеют место быть, ну, могут иметь место быть какие-то проблемы, которые вы пытаетесь решить с помощью этого человека. Вот. То есть, может быть, вы и не позволяете себе, ну, чувствовать такую потребность. Но, тем не менее, она, эта потребность всё же есть, и мне кажется, что довольно серьёзно у вас, ну, выглядит. То есть вы её в себе подавляете. То есть это разговор о том, насколько вы свободно выражаете свои чувства, выражаете ли вы свои чувства, вот, удовлетворены ли вы, значит, тем, как вы выражаете свои чувства и так далее, и так далее. Вот. Ну, и последнее, что хочется вам сказать по вашему тексту, это вы говорите, помогите разобраться. Помочь разобраться в чём, Виктория. То есть разобраться в том, что вам приснилось, это, конечно, можно сделать. Ну, ещё раз повторю, без вашей личной оценки, без вашего личного окраса, личностного окраса того, что с вами происходит. Та коротенькая информация, которую вы предоставили, да, она, по сути, очень мало что даёт для разбора. Ну, потому что, как я уже сказал, очень легко, значит, начать интерпретировать по-своему, да. То есть, способов толкования сновидений очень много, способов толкования сновидений очень много, вот. И мне кажется, что нужно всё-таки не заниматься, да, диким-диким психоанализом, а всё-таки стараться это делать максимально качественно, максимально уважительно по отношению к клиенту, вот, обращаясь с его чувствами, максимально уважительно. И мне кажется, что, вот, если мы говорим о таком подходе, то здесь в первую очередь нужно анализировать то, что происходит с вами. Ну, я полагаю, что, если вы расскажете, предоставите ту информацию, которую я запросил, допустим, вот, то будет гораздо легче и проще вам помочь, потому что, ну, потому что вы сами увидите, просто сами почувствуете, как раскрывается, как раскрывается то, что для вас было скрыто, вот. То есть, я надеюсь, что здесь вы поняли меня правильно, я надеюсь, что здесь вы поняли основную мысль, которая заключается в том, что необходима от вас обратная связь, вот. Ну и проанализируйте свои отношения с дочерью, мне кажется, с сестрой, мне кажется, что это даст вам ответы на вопросы. Также, также, очень важно, чтобы вы как можно четче для себя понимали, для чего вам, вот, зачем вам анализ на ведение. То есть, вот, вы хотите разобраться в нем. Но зачем? Не означает ли этот факт, что вы хотите разобраться в своем поведении, что он вызвал у вас какие-то чувства? Что он будоражил вас, что он побудил вас к каким-то, ну, переживаниям, ну, достаточно серьезным, вот, и так далее. То есть, вот этот момент, его также нужно обязательно рассмотреть. Просто потому, что это очень и очень важно. То есть, те чувства, которые вызвал у вас сон, те чувства, которые он у вас вызвал, нужно анализировать. Для того, чтобы вы сами увидели, к чему по итогу вы идете. И что по итогу вам нужно. Чего по итогу вы хотите. Вот. Знаете, вот это, очень важный момент. А то, так получается, знаете, что, что пришли анализировать поведение, да. То есть, пришли разобраться в своем сновидении, вот. А какие чувства у вас вызвало это сновидение, да. Что хотите получить, собственно, от, ну, от, значит, сновидения. Не понятно. Понимаете? Ну, то есть, это, опять же, довольно неуважительно по отношению к вам. Я так считаю, да. Вот. Поэтому я думаю, что вам можно ответить на ваш вопрос. Так. Если вы захотите поработать, если вы захотите поработать на эту тему, вот, то выбирайте себе любого эксперта. Я думаю, что вы захотите поработать на эту тему. Я думаю, что мы вам в любом случае поможем. Лучше себя понять и лучше узнать свои чувства, но далеко не всегда это, к сожалению, приносит тот-то результат, который хочется. То есть, будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с чем-то, что вам может не понравиться. Чем-то, что вы будете стремиться к себе подавить. Чем-то, что вы будете пытаться отрицать. Вот. Ну и, соответственно, как следствие этого негативно воспринимать то, что вам будет приходить. Вот. Ну, вообще, надо сказать, что сопротивление – это обычное дело при работе с психологом. Вот, я про это хотел вас предупредить, что это возможно. Вот. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше. Зачастую, зачастую, не всегда, конечно, но зачастую, бывает, в принципе, вполне достаточно, ну, знаете, что-то сделать. То есть бывает достаточно, например, поговорить, допустим, с сестрой вашей, младшей, вот, высказать ей какие-то свои желания. Хвост либо поделиться с ней, либо просто, ну, побыть в близости, вот. Зачастую этого, в принципе, вполне бывает достаточно. Вот. И для вас это может решить проблему, если вы не, ну, если вы не хотите консультироваться, например, если вы не хотите работать, если для вас это, ну, не так серьезно, да. Вы можете сделать это таким вот облегченным способом, вот. Ну, имейте, пожалуйста, в виду, да, имейте, пожалуйста, в виду, что этот способ не гарантирует решение проблемы. То есть, может быть, поможет, а может быть, нет. Вот. Вот так вот. Значит, я вам желаю всего доброго, я желаю вам удачи, вот, я желаю вам разрешения всех ваших проблем, вот. Всего доброго.